токаев 20 ноября ноября объявил досрочные выборы он что хочет сделать он понимает что сейчас будут экономические трудности нарастать и существующая команда нурсултана назарбаева не способна решить эти проблемы и он думает что он формально будет президентом ну и как-то будет отбиваться от гнева народа который в принципе сейчас серьезно никак не проявляется мы не видим тысяч протестующих мы не видим забастовки он вполне справедливо считает что но он будет президентом просидит какой-то период ну а дальше конституции еще какие-то поправки несет и дальше будет сидеть потому что мы ему даем повод так думать он думает что на следующей неделе он вбросит разные кукол типа бапи который будет играть проект кусанова 2 самого косанова еще каких-то кукол каких-то серых фигур из коммунисты из тараза любителя карате и так далее и наш народ пойдет послушно проголосует или как минимум не будет сопротивляться вот что думает такая ну и соответственно вы должны понимать что ваша жизнь изменится он же в январе обещал что конституции изменений не будет они произошли в июне он говорил что референдум проводится потому что теперь конституцию он хочет проводить изменений только так чтобы народ это добра одобрял но 1 сентября объявил досрочных выборах и без народа парламент принял поправки конституцию срок президента сделали семь лет у вас никто ничего не спрашивал не спрашивал хотите ли вы досрочные выборы хотите ли вы досрочные парламентские выборы то есть он создал иллюзию и быстро же обманул и тем не менее еще немало людей находится который все еще продолжает ждать от него перемен он уже если считать даже с января месяца 9 месяцев ему назарбаев как бы не мешает но тем не менее вы никаких перемен не видите вы видите только ухудшение вот и все и что нужно делать нам уважаемые друзья как я вам сказал что если вы переживаете что идет наплыв россиян и что мы потеряем независимость если вы переживаете что из-за этого происходит рост цен на аренду квартир где-то на 30 процентов при приграничных регионах как мне вчера написали в 3-4 раза за один день цены поднялись то все упирается в нынешнюю власть то есть мы должны выйти из евразийского союза нужно гнать эту власть перестраивает все договора второе мы видим что эта власть не решает никакие социальные вопросы опять нужно и гнать мы видим что это власть в лице токаева защищает капитал но султана назарбаева он обещал их наказать провести расследование то нет значит надо его гнать он обещал найти так называемый 20 тысяч террористов а на самом деле угнетает простых мирных протестантов они сидят в тюрьмах он обещал амнистии этого тоже нет то есть все упирается в эту власть их надо гнать как гнать я слышу призывы что надо быть активными там писать посты и так далее все это нужно уважаем друзья но этого недостаточно как я говорил нам нужно объединиться мобилизоваться и скинуть эту власть и очень хорошая возможность это сделать в день выборов 20 ноября правом голоса обладает почти 12 миллионов человек и вот эти 12 миллионов человек если они придут просто голосовать и просто выразить протест в тот день режима уже не будет понимаете но для этого чтобы все это было мы должны понимать а что будет завтра я хочу сказать завтра мы построим демократическую страну без должности президента мы спишем все кредиты потребительские часть ипотечных займов программы наши озвучены для этого нужно просто действовать и не хаотично как было в январе что просто говорим шалкет просто парламентская республика просто занять административные здания это важно но недостаточно нам нужны люди которые в местах перехватят власть для этого нужно создавать ячейки объединяться маленькие группы выходить на штаб со следующей неделе мы опять возобновим объявление о том чтобы наш граждан наши граждане создавали ячейки объединялись чтобы осознанно шли на митинг осознанно занимали административные здания мы видели тех самых лидеров которые возглавят протест и уважаем друзья вчера партия алга казахстан подала заявку на регистрацию своей партии они собрали около двух тысяч голосов причем половина из них на видео и министерство юстиции отказала просто сославшись сказать что не соответствует требования закона что якобы люди там не соответствуют какие люди фамилии ничего они не смогут сделать потому что там у партии алги казахстан есть видео с обращениями конкретных людей и министерство юстиции тем не менее тупо и отказалась что это значит это значит что такая в панике токаев боится но представьте себе хорошо министерство юстиции дала бы это разрешение на проведение съезда это же еще не регистрации после проведения съезда через два-три месяца партия должна была собрать 20 тысяч голосов это тоже еще время то есть все убежала бы на январь-февраль следующего года президентские выборы уже к этому моменту прошли но он даже и этого не хочет допускать то есть он принципе решил тупить не пускать и не чтобы не появился ни один конкурент никакой даже в будущем году это о чем говорит что если назарбаев еще как-то создавал видимость до какого-то этапа шли партии где-то даже их регистрировал а потом через полгода закрывал объявляя экстремистскими то такая вообще напуган что это значит это значит на следующей неделе мы увидим только кукольных кандидатов реальный кандидат частности уважаемая жасрал куанышалин он пытается найти общественную организацию и зарегистрироваться как кандидат в президенты я отчетливо понимаю что эта власть не будет давать такой возможности никакой не миллиметра будут только куклы режима и конечно же вдруг если это случится если уважаемый жасрал куанышалин вдруг зарегистрируется каким-то образом какая-то общественная организация вдруг подтвердит выставить его кандидатуры конечно мы его должны поддерживать но я в это мало верю в это мало верю что это значит это значит что власть наплевал на народ она просто игнорирует и наша цель в этом случае остается единственно снести эту власть потому что митинги не позволяет легально сделать власть запрещает вот булат абилов им тарт ажан дважды и трижды подавали заявки но им отказали получается что мы что у них должны разрешение спрашивать был международным конвенциям который подписал казахстан мы не обязаны спрашивать разрешение мы видим что это власть считает что она может просто тупить наплевать на всех значит это власть не представляет интереса народа мы должны снести на следующей неделе мы будем объявлять свои планы будем объявлять свои программы это хороший период когда люди наши будут политизироваться более вовлекаться политику но ясно одно все ваши требования закрыть границу улучшить ваше социально-экономическое положение зарегистрировать партии ничего не будет исполнено и все обещания что в следующем году якобы такая встанет лучше о котором говорил булат абилов или кто-то еще это все ерунда у нас единственный выход снести этот режим и я предлагаю объединяться ячейки действует и сейчас будут серьезные изменения серьезные ухудшения эскалации войны россии с украиной массовый наплыв тех людей которые не хотят участвовать в этой войне и хорошо что они бегут не берут в руки оружие все эти обстоятельства должны привести к тому что эта власть фактически будет не способна управлять нашей страной протесты настроения вырастут надо для этого проводить большую агитационную работу поддерживать все активные действия против этого режима и тогда 20 ноября в этот день нужно чтобы миллионы вышли на улице и снесли эту власть алга казахстан